Уклономер DA-01 это действительно очень нужное и полезное приспособление для любой деревообрабатывающей мастерской. Его очень удобно использовать при измерении угла на торцовочных пилах, на струкулярных станках. Экран уклономера большой и очень хорошо читаемый. Уклономер DA-01 снабжен пузырьковым уровнем. На лицевой стороне расположен экран. Три кнопочки ZERO это кнопка включения-выключения, а также установки относительного нуля. Кнопочка MODE, буковка M. Это кнопка выбора режимов. Кнопочка HOLD это кнопочка для фиксирования данных. Питание уклономера. Две батареечки формата 3А. Точность уклономера составляет 0,1 градуса при измерении угла 0 либо 90 и 0,2 градуса при измерении других углов. Также в комплектации идет вот такой вот чехол для хранения уклономера. Экран. Как вы видите, экран достаточно яркий и хорошо читабельный. При наклоне. Ну давайте начнем с включения-выключения. Значит, включение осуществляется нажатие на кнопочку ZERO. При включении мы видим текущий абсолютный угол поверхности, на которой углономер установлен. Вверху, с левой стороны на экране мы видим две линии и стрелочку. Это указывает, в какую сторону сейчас стол наклонен. Если мы будем менять угол наклона, мы видим отображение в градусах. И видите, сейчас у нас изменилось направление вот этой стрелочки. То есть мы видим, что поднята сейчас левая сторона оклономера. Поворачиваем в другую сторону, стрелочка опускается вниз. При измерении небольших градусов это очень удобная функция. При наклоннику номера, соответственно, мы видим отображение угла, на котором мы его повернули. Вот сейчас внимание обратите, мы его повернули на угол 90. Поворачиваем дальше. И экран разворачивается. То есть вот такая есть интересная функция, когда экран отображается в очень удобном для нас, скажем так, виде. Возвращаемся в начальное положение. Значит, нажимая кнопочку мод, мы можем менять режим при отображении угла. Сейчас мы смотрели или измеряли угол в градусах. Следующее нажатие кнопочки мод, мы меряем угол в процентах. И вот справа мы видим, как раз маленький такой значок процентов. Нажимаем еще раз. Отображаем в миллиметрах на метр длины. То есть получается вот сейчас на расстоянии метра справа подъем составляет 74 миллиметра. И следующее нажатие, измерение в дюймах, соответственно, идет уже дюймы на один метр. На один фут, извините. Соответственно, через фут направо мы получим подъем на три четвертой дюйма. Вернем все градусы, удобные и привычные для нас. При наклоне мы можем зафиксировать данные. Вот сейчас нажмем кнопочку hold и фиксируем тот уровень угла, который мы с вами измерили. Повторное нажатие возвращает уголомер в режим измерения. Вот. Ну, сейчас мы с вами видим, что он показывает одну десятую градуса. Зачастую нам необходимо померить угол относительный. Для того, чтобы поставить относительный ноль, нам нужно одновременно нажать, или ведь не одновременно, а коротко нажать кнопочку zero. Загорается буква S на экране, и мы видим относительный ноль. Соответственно, вот эта буква S будет постоянно гореть. Если мы снова нажмем один раз, кнопочка, буковка S пропадает, и, соответственно, он показывает уже абсолютное значение. Какая еще интересная функция этого уголомера? Это функция калибровки. Выключаем уголомер. Удерживаем кнопочку hold и включаем его. У нас загорается значение калибровки, калибровка 1. Снова нажимаем кнопочку hold. Начинает мигать знак калибровки, зажигается калибровка 2. Мы его разворачиваем и снова нажимаем кнопочку hold. Он также промигает и уже показывает максимально точное значение. В таком положении мы можем быть уверены, после такой операции мы можем быть уверены, что прибор показывает максимально точные данные. Что еще хочется сказать про этот прибор? Выключим его. Он оснащен магнитом и вот такой вот выемкой для того, чтобы крепить, надеюсь, сюда будет видно, наверное, чтобы крепить его на круглых трубах. Фиксация прибора на поверхности очень жесткая. И вот как вы видите, его достаточно тяжело оторвать от металлической поверхности. Надеемся, что наш новый уголомер DA-01 вам понравится и точно подойдет для вашей мастерской. Субтитры сделал DimaTorzok